Настрой на победу, поддержка болельщиков и хорошая трасса – вот что нужно лыжнику. И все это было у участников открытого первенства города по лыжным гонкам, посвященного Всероссийскому Дню Снега. Участникам в зависимости от возраста предстояло преодолеть одну из четырех дистанций – от 500 метров до 5 километров. Я ехала на трассе один километр, где со мной был мой друг. Мы с ним объехали друг друга, потом еще раз. И немного были трудности, конечно, объезжать. И ветер был, очки запотевали. Трудности были. На середине не катали лыжи. Плохо катилось. На базе «Снежинка» собралось более двухсот лыжников из Нового Уренгоя, Таркасале, Муравленко и Губкинского. Спортсмены старались изо всех сил, чтобы превзойти соперников. Произошло все силы. Мне понравилась трасса. Сначала я ехала, меня никто не обгонял. Потом я встретила 23 номер, обогнала его. Трасса была накатанная, было легко ехать. Но трудности были, что на горке лыжи плохо катили. А как ты с этим справилась? Я сначала пошла пешком, но потом уже отдавила свои силы и побежала полностью. Поехали. Преодолеть трудности смогли и участники всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Более 170 спортсменов показали выносливость, ловкость и координацию. Дистанций все так же четыре. Участие в гонке приняли не только жители города. Мне нравятся лыжи. Хоть я и пришла сюда недавно, мне очень понравился этот вид спорта. И я всегда за участвовать во всех соревнованиях, потому что мне это очень поднимает настроение. По итогам двух жарких дней соревнований губкинцы заняли 12 первых мест в разных категориях. Соревнования провели в первые дни недели зимних видов спорта, которые проходят в округе в рамках нацпроекта «Демография». До 5 марта на Ямале проведут порядка 200 спортивных мероприятий. У нас вообще зимние виды спорта на Ямале, так скажем, идет особое внимание со стороны департамента по искусству и спорту, со стороны общего правительства. Поэтому ежегодно у нас утверждается определенное финансирование на обеспечение спортивного треоборудования по лыжным гонкам. В прошлом году мы получили достаточно крупную сумму. Средства закупили практически весь инвертарь, который нам необходим был на лыжную базу на территории бывшей Пурпе, на лыжную базу «Снежинка». Сегодня в Губкинском лыжным спортом занимаются более 100 детей. Открыты три направления – лыжные гонки, очеребиатлон, а с этого сезона при поддержке губернатора Ямала – пневматический биатлон. Сабина Лемарова, Никита Мищенко, Новости Губкинского.